На самом деле, по крайней мере, мне сегодня поинтереснее выдалась тема, потому что, если говорить об эволюции именно ингибиторов терапии, рецептора эпидермального фактора роста, то здесь, безусловно, есть о чем поговорить, потому что на протяжении тех чуть больше 10 лет, 12 лет, как существует эта терапия, все-таки произошли очень интересные изменения, которые, в общем-то, во многом позволяют задуматься о судьбах науки вообще. Ну, на самом-то деле, вся история началась в начале 80-х годов. Аксель Ульрих, немец, который уехал работать в Соединенные Штаты, в 1977 году он сумел выделить первый ген, ген инсулина. И вот это открытие, открытие гена, оказалось коммерчески очень успешным, потому что идея была какая? Получив в руки ген инсулина, можно было пересадить этот инсулин в бактерию и заставить бактерию вырабатывать инсулин. Это намного проще и дешевле, чем выделение естественного инсулина из крупного рогатого скота, да и плюс еще инсулин животного происхождения является иммуногенным, а бактериальный инсулин нет. Так или иначе, инвесторы в Америке, очень многие люди стараются вложить личные деньги в какую-то выгодную перспективную компанию, это называется акциями. Так или иначе, в мире, в Америке, очень многие люди стали верить, что за биотехнологией это не только будущее влечение, это коммерческое будущее. И в начале 80-х годов в Америке образовалась удивительная по своей концепции компания. Идея была такая, мы откроем все гены, которые вызывают рак, и дальше, когда мы откроем эти гены, мы к ним разработаем лекарства. Таким образом, конечная цель компании Genentech была создание новых лекарств, поиск лекарства против рака, а в качестве метода, в качестве инструмента это было открытие генов. И удивительно, что самые главные гены в 80-х годах открыты не академической наукой, мы-то ожидаем, что это институты, университеты этим занимаются, а коммерческой фирмой, индустриальной фирмой Genentech, созданной на деньги акционеров. В 1984 году был открыт ген рецептора эпидермального фактора роста. И оказалось, что рецептор эпидермального фактора роста – это универсальный ген рака. Он активирован во всех опухолях, которые называются раками, то есть опухолями эпителиального происхождения. В чем проявляется его активация? Он представлен в избыточных количествах. И более того, уже тогда, в середине 80-х годах, сейчас это, по крайней мере, для нашей специальности далекая история, 20 лет назад было показано, если вы берете клетки, в которых активирован рецептор эпидермального фактора роста, и обрабатываете эти клетки экспериментальным ингибитором рецептора эпидермального фактора роста, клетки теряют раковые свойства, замедляется их деление. Таким образом, когда в середине 80-х годов, на основе данных о том, что именно рецептор эпидермального фактора роста является универсальным раковым геном, сразу несколько фармацевтические компании с большим энтузиазмом стали разрабатывать ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста и исходили из того, что разработка подобного ингибитора – это поиск универсального лекарства против рака. И вот, посмотрите, здесь перечислены препараты, но они на самом-то деле всем хорошо знакомы. Это антитела к рецептору эпидермального фактора роста – цитуксимаб, панитумумаб, эрбитуксвиктибикс, и два низкомолекулярных таблетированных препарата – иреса и торцева – гефитиниб и эрлотиниб. Когда эти препараты появились, ну, по крайней мере, оптимисты полагали, что мы возьмём всех больных, у которых опухоли эпителиального происхождения, попытаемся назначить эти препараты и заметно улучшим ситуацию. Наиболее предпочтительной в то время локализацией для подобных экспериментов был, безусловно, рак лёгкого. Рак лёгкого – во-первых, самое частое онкологическое заболевание по совокупности. Во-вторых, практически все опухоли лёгкого содержат избыточное количество мишени – рецепторы эпидермального фактора роста. И, в-третьих, те методы лечения, которые есть, химиотерапия, они заведомо не очень эффективны. Рак лёгкого никогда не считался химиочувствительной опухоли. Были организованы клинические испытания, довольно большие. Первым препаратом, который вошёл в эти клинические испытания – это иреса гефитиниб. И, в общем-то, если подводить выводы, то эти испытания в целом-то закончились неудачей, потому что получалось, что если мы посмотрим всех пациентов в целом, то никакого толку от подобной экспериментальной терапии не было. Но у отдельных единичных пациентов наблюдался исключительно выраженный ответ на терапию, который, в общем-то, заставлял задуматься о диагноз-то правильный. И вот тогда, когда, опять же, в рамках клинических испытаний, которые проводились фармацевтическими фирмами, сразу три независимых американских коллектива взяли для исследования опухоли от больных, которые ответили на терапию, появилось очень неожиданное открытие. Оказалось, все без исключения пациенты, которые отвечали на терапию, у них обнаруживалась ранее неизвестная мутация, внутригенная мутация в рецепторе эпидермального фактора роста. И наоборот, все больные, у которых не было выраженного ответа на лечение, пограничные ответы бывают, у всех этих больных не было подобной мутации. Таким образом, сама мутация, которая ассоциирована с ответом на теразинкиназные ингибиторы, была открыта в определенной степени случайно. Пару месяцев назад вышла статья нашего бывшего соотечественника Юрия Лазебника, который сейчас работает в США, он говорит, что это тенденция современной фарминдустрии, что сначала разрабатывается препарат, а потом ищутся заболевания, при которых он помогает. Тут такая же история, ведь на самом-то деле ингибиторы рецептора эпидермального фактора роста разрабатывались как универсальные лекарства против рака, а мутации, при которых они действительно эффективны, были открыты случайно вследствие применения, вследствие клинических испытаний этих ингибиторов. Ну и посмотрите, здесь как раз это ингибитор первого поколения гифетиниб, это наше собственное испытание, которое проходило здесь в институте. Посмотрите, получают препарат только пациенты с мутациями, там, где нет мутации от препарата, толка большого не ожидается. Посмотрите, ни одна таблетка препарата не пропала зря. У пациентов либо объективный ответ, либо пограничное уменьшение опухоли, ну либо стабилизация. Но так или иначе, показатель, который называется disease control, контроль заболевания, 100%, 25 из 25 больных, у них есть толк от лечения, удивительная эффективность. Но сразу как эти препараты стали применяться, это и ретроспективный анализ больных, у которых оказалась мутация, и проспективный анализ, ответ к ним безусловно есть. Но время до прогрессирования, то есть продолжительность ответа, в нашем исследовании 8 месяцев, есть исследования, которые показывают немножко другие цифры, но если сказать интервал от 8 до 12 месяцев, время до прогрессирования, я не ошибусь. Это действительно интервал, время продолжительности действия препарата. А дальше на фоне применения препарата возникает приобретенная опухолью резистентность к терапии. Как может возникать подобная резистентность? Если взять кабинетную науку, то там несколько возможных путей. На самом-то деле, если говорить о сути, то самый частый вариант – это приобретение опухолю второй мутации, T790M. Вторая мутация в дополнение к первой меняет конформацию рецептора таким образом, что он становится нечувствительным к терапии. И другой вариант возникновения резистентности – это активация параллельных сигнальных каскадов. Например, у вас один рецептор, который активирован, ИГФР, вы к нему добавляете ингибитор. Получается, что этот рецептор молчит. Но похожий рецептор, его ближайший гомолог, на самом деле, у ИГФР вначале было название HER1, а его ближайший гомолог, ген рака молочной железы, назывался HER2. Этот рецептор тоже присутствует во всех клетках. И когда назначается препарат, то в качестве компенсации активируются параллельные, похожие сигнальные пути, которые приводят к тому же результату – к делению клетки. Удивительно, у ракового клона инстинкт самосохранения. Почему-то опухоль эволюционирует и всегда пытается найти способы, как приспособиться к лечебному воздействию. В ответ на эти известные механизмы резистентности – это мутация Т790М и это альтернативные сигнальные каскады – возникла идея создания нового поколения ингибиторов. Чем отличаются ингибиторы второго поколения? Это афотениб, геатриф и дакаметениб – это экспериментальные препараты от эмпирически созданных препаратов иреса и торцемы. У них есть как минимум три особенности. Они более мощно угнетают функцию самого рецептора, потому что это необратимое связывание. И если идти в дебри лабораторной науки, то угнетение ферментативной активности при применении этих ингибиторов более выражено, чем в случае гефитиниба или эрлатиниба. В связи с этим у подобных препаратов немножко больше побочных эффектов. Первая речь идет о кожной токсичности, она зачастую более выражена и о диарее, за счет того, что угнетается более эффективно сам рецептор. Второе. Эти препараты, их называют панхер-ингибиторами, они не только инактивируют саму мишень, мутированные рецепторы GFR, он же ХЕР-1, а также другие киназы, ХЕР-2 и ХЕР-4. ХЕР-3 просто не являются киназой, поэтому против него нет эффекта. Получается, что у этих препаратов, по идее, есть активность в отношении альтернативных сигнальных каскадов. И третья особенность. По крайней мере, в условиях лабораторных эти препараты проявляют активность в отношении рецептора, который содержит мутацию Т790М. Таким образом, у них явное преимущество по сравнению с препаратами первого поколения, потому что если появляется резистентная мутация, в условиях лаборатории они способны ее подавлять. Правда, надо отдать должное, что это все наблюдается в основном в лабораторных условиях, когда вы можете неограниченно увеличивать концентрацию препарата. Когда вы работаете с пациентами, то у этих препаратов есть максимально переносимая доза, потому что за счет того, что они эффективно связывают как саму мишень рецептор, не только мутированный, но и дикий тип рецептора, нормальный тип, в нормальных клетках, и связывают другие рецепторы семейства ХЕР, у них достаточно узкое терапевтическое окно. Мало препарата, нет эффекта, а много препарата, наступает токсичность, побочные эффекты, которые сложно переносить. Вот и получается, что эффект у этих препаратов, безусловно, есть, но все-таки его выраженность умеренная. Посмотрите, это клиническое испытание, где были пациенты, которые раньше получали лечение либо ИРС, либо торцевый, гифитиниб и эрлатиниб, а теперь у них клиническое испытание, их пытаются уже потом, после приобретения резистентности, лечить геотрифом, афотенибом. Вот это исходный у нас размер опухоли. Посмотрите, контроль-то заболевания, честно говоря, неплохой, потому что у нас малое количество пациентов продолжают явно прогрессировать на фоне подобной терапии. Но частота объективных ответов, когда заметное уменьшение опухолей очагов наблюдается, оно достаточно низкое. Почему? Потому что, во-первых, по-видимому, все-таки не хватает переносимой дозировки препарата, не хватает переносимой дозировки препарата, чтобы поражать вот эту мутацию. И второе, то, что нельзя повысить концентрацию препарата за счет полного спектра действия этих препаратов, есть предел увеличения дозы. И следующий уже этап – это появление ингибиторов третьего поколения. В чем принципиальное отличие ингибиторов третьего поколения от ингибиторов второго? Первое. Эти ингибиторы синтезируются таким образом, что они в меньшей степени поражают интактные рецепторы GFR в нормальных клетках. У них повышенная специфичность к мутантной изоформе по отношению к нормальному рецептору. Второе. Эти препараты обладают очень высокой афинностью по отношению к резистентной мутации T790M. И как следствие эти мутации демонстрируют высокую эффективность и меньше побочных эффектов. Ну, посмотрите. Это регистрационные испытания препарата, который сейчас называется осимертинип тагриса. Это регистрационные испытания этого препарата. Посмотрите, здесь у нас пациенты, которые тоже получали гефитинип или эрлотинип, то есть препараты первого поколения, и у них тоже возникла резистентность. Посмотрите, эффект действия ингибиторов второго поколения, вот так выглядит водопад. Если мы возьмём ингибитор третьего поколения, то здесь половина пациентов демонстрирует объективный клинический ответ за счёт того, что, во-первых, больше активность в отношении T790M, во-вторых, у этих препаратов нет максимально переносимой дозы. Концентрацию препарата можно повышать до тех пор, пока сохраняется клинический эффект в условиях, разумеется, испытания первой фазы, потому что нет активного взаимодействия с рецептором нормального типа. И, как следствие, у таких препаратов, у них традиционных побочных эффектов, речь идёт о сыпи, речь идёт о диарее, и эти побочные эффекты встречаются, во-первых, реже, во-вторых, они менее выражены. Но иногда наступают необычные побочные эффекты. Например, если взять препарат Роси-Литениб, то там совершенно необычный побочный эффект, неожиданный гипергликемия, управляемое состояние, но так или иначе всё-таки это побочный эффект. Ну и если говорить о препаратах-ингибиторах третьего поколения, то их на самом-то деле достаточно много. Вот ещё один ингибитор, у него пока нет оригинального названия, называется он HM61713, у него есть и предыдущее цифровое название BI1482-694, так или иначе это тоже ингибитор, который имеет очень хорошие шансы получить регистрацию. Посмотрите, здесь ещё более выраженный эффект. Здесь, опять же, нет максимально переносимой дозы, ну с точки зрения клинического смысла. И посмотрите, это всё те же больные, у которых резистентность уже и к гифетинибу, и к арлатинибу. Посмотрите, фактически 100% препаратов только у трёх пациентов прогрессирования, и то очень пограничны. У всех остальных есть клинический эффект, либо полный ответ, либо хотя бы выраженная стабилизация заболевания. Спасибо за внимание. Если есть вопросы, я с удовольствием на них отвечу. Евгения, первый вопрос, и очень важный. Соответственно, эффективность препарата и резистентность, и целесообразность ре-биопсии у пациентов, длительно получающих, и у пациентов, получающих ингибиторы тиразинкиназа. Значит, по-видимому, это целесообразно всё-таки есть. Можно нам вернуться к слайдам? Дело в том, что там на самом-то деле наука, если доходить до тонкости, достаточной степени непростая. И цена вопроса на самом деле очень высокая, потому что если говорить о пациентах, у которых рак лёгких возник вследствие мутации, то сейчас уже в рамках клинических испытаний у них очень приличная продолжительность жизни, достигающая почти 5 лет. То есть, в общем-то, есть за что бороться, если говорить про правильное лечение. Я говорю про метастатический рак. Сейчас 5 лет, наверное, всё-таки это преувеличение, но 4 года наблюдается в клинических испытаниях. Посмотрите, что получается. Препараты-ингибиторы третьего поколения, они сознательно создавались как ингибиторы мутации Т790М. Вот она. Вот у нас результаты лечения тех больных, у которых эта мутация есть. Здесь практически у всех пациентов выраженный эффект. А вот у нас результаты лечения тех больных, у которых мутация Т790М. Нет. Здесь куда более скромная статистика, здесь куда более скромные результаты. Соответственно, при планировании дальнейшего лечения желательно знать, появилась эта мутация, Т790М. Или, может, появились какие-то другие события. Например, если амплификация МЕД онкогена, кризотенип целесообразно назначать. Если амплификация, опять же, компенсаторная онкогена ХЕР-2, есть препарат герцептин. Если мутация в гене Бераф, есть препараты виморфенип, даброфенип. То есть это всё не кабинетная наука, а у многих больных, по идее, если располагать препаратами, можно найти какой-то выход на какое-то время из этой ситуации. Вопрос, как проводить исследования. На самом-то деле, если меня спросить, то я сторонник на сегодняшний день реобиопсии, хотя бы цитологии. Потому что цитологии более чем достаточно, чтобы дать информативный ответ. Но при этом очень популярное направление поиска этих мутаций в бесклеточной фракции крови, в плазме. Там пока, на мой взгляд, в общем-то, неудовлетворительная чувствительность и специфичность этих методов. Но очень много исследователей работают в этом направлении. Хочется надеяться, что жидкая биопсия станет более информативной. Спасибо. Да, да. Микрофон, пожалуйста. Глубоко уважаемый Евгений Наумович, у меня такой вопрос. Я встречала в литературе, что при мутации в гене Кирас ингибиторы ЭДЖФР не работают, если даже есть... И как это объясняется? Еще один вопрос. Роль афотиниба. Для назначения афотиниба, как вы думаете, обязательно еще экспрессия ХР2 или смысла нет, когда есть эрлатиниб и гефитиниб? И после появления резистенции, после 8 месяцев примерно или 12 месяцев после приема эрлатиниба или гефитиниба, есть ли смысл назначать афотиниб или сразу думать о эрлатинибе, о третьем линии? Вот ваше мнение, пожалуйста. Спасибо. Спасибо за удачные вопросы. Первый вопрос. Все перечисленные препараты обладают выраженным действием, я подчеркиваю слово, выраженным, только когда есть мутация в гене рецептора эпидермального фактора роста. Такие события, как мутация в ИГФР, в гене рецептора эпидермального фактора роста и в КРАС, это взаимоисключающие события. Соответственно, если вы нашли мутацию ИГФР, КРАС анализ не имеет смысла делать, там все равно не будет мутации. Наоборот, если вы нашли мутацию КРАС, ИГФР анализ нет смысла делать. Поэтому ответ получается сам собой. Нет никакого смысла назначать эти препараты больным с мутацией в КРАС, потому что у них не может быть по определению мутации генной ИГФР. Ну, разумеется, в литературе единичные случаи казуистики всегда описаны. Непонятно, это странные биологические ситуации или это ошибка метода. Но я говорю про правила. Второй вопрос. Значит, надо ли анализировать анализ других генов? Поставим шире вопрос. У нас доступен ЦСР2, потому что это же Панхер ингибитор. Будет ли лучший ответ, если у нас сочетанная активация других генов? Ну, во-первых, опять же, если есть мутация в гении ИГФР, то значимой активации ИГФР2, как правило, в таких опухолях не выявляется. Второе. Все-таки эффект от афотениба, ну, по данным литературы, не зависит от того, как представлены другие сигнальные каскады. Таких исследований особо не проводилось, но они молчат. Это в основном компенсаторное событие. Когда мы говорим о Панхер ингибиторе, речь идет, что скорее его назначение препятствует компенсаторной активации сигнальных каскадов. На старте вы эту амплификацию и не увидите никогда, честно говоря, если увидели мутацию ИГФР. Получается, что краткий ответ не надо. Теперь третье. Последовательность препаратов. У нас теоретически-теоретически на самом-то деле могут быть… Давайте вернемся к презентации. Теоретически-теоретически у нас может быть два варианта решения. Если брать нашу реальную клиническую практику, конечно, тот препарат, который есть, он самый лучший. У нас не всегда все есть. Но посмотрите, у нас есть прогрессия на эрлотинибе и гифетинибе. Первое. Подумайте лишний раз, надо ли отменять препарат. В том числе и наши собственные данные, полученные совместно с Федором Владимировичем Моисеенко, показывают, что с тех пор, когда перестали отменять препарат в случаях вялого прогрессирования, продолжительность жизни больных выросла едва ли не в два раза. То есть получается, что прогрессирование прогрессированию рознь. И одна из точек решения надо ли отменять препарат. Вялое прогрессирование, ну достаточно условный вопрос, не надо. Допустим, если один метастаз в головной мозг, нужно топическое лечение, ну, как правило, радиохирургия, продолжение приема. Значит, первый вопрос, надо, не надо. Теперь, если говорить о выборе, значит, есть возможность назначить афотиниб, у которого ожидается только умеренная эффективность, и есть теоретическая, конечно, но возможность назначить ингибитор третьего поколения, который будет зарегистрирован, сколько он будет стоить, посмотрим. На сегодняшний день, на сегодняшний день данные есть только для тех пациентов, внятные данные, которые вначале проходили лечение либо эрлотинибом, либо гифитинибом, либо афотинибом, их тоже включали в испытание, и у них хороший ответ при назначении ингибиторов третьего поколения. Какой вопрос, на мой взгляд, не ставился, не ставился, а вот это, вот те больные, которые афотиниб уже получали во вторую линию, а у них какой эффект будет от назначения ингибитора третьего поколения? Есть же такая философия последовательной терапии, когда пытаться растянуть этот процесс. Вот на этот вопрос, он мне представляется правомерным, ответа нет. Но из двух равных, из двух равных, если у вас во второй линии только один раз шанс назначить препараты, конечно, ингибиторы третьего поколения более эффективны. Дана? Встречается ли час, ну не часто, конечно, но мутация и ЭДЖФР, и амплификация, аренжировка ВЛК? И комбинация этих препаратов сразу назначается, или как? Как ваше мнение? Спасибо. Значит, опять же, это внимательно изучали. На сегодняшний день аксиома такая, что эти события взаимоисключающие. Считается оправданно, например, выполнять анализ транслокации АЛК только у тех больных, у которых уже отсутствуют мутации ДЖФР. Ну, последовательная такая диагностика. Появила в свое время работа, что на самом-то деле сочетанные случаи этих мутаций, они встречаются намного чаще, чем казалось бы. Ну, что такое намного чаще? Это все равно единичные случаи. Я как раз недавно, когда пытался освежить свои знания, наткнулся на очень большую работу, которая все-таки говорит, это реципрокное событие. Если не брать кезуистику, это реципрокное событие. Давайте искать из этого. Если есть одна мутация, не будет второй, и наоборот. На практике давайте так. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова